В целом, в энергетике относительно ситуация пока контролируемая, повторюсь, погода очень этому содействует, как-то зима была очень теплая, у нас вообще в декабре не было, как вы видите, от репутательных температур, снег выпал на три дня и растаял. Всемирное потепление наш союзник тоже, да? Наверное, не очень хорошо для сельского хозяйства, но в целом для энергетики, для объема потребленных энергоресурсов это, конечно, большой плюс. Хотя для отрасли не может не очень, потому что именно производители и вообще транспортники, они знаете, в чем заинтересованы? Чем больше сожгли, тем больше продали в рынок, ну там есть долги, ну там так соу-соу, так сказать, больше выручки получили, естественно, что больше, понимаете, какая ситуация, в целом это выгодно для отрасли, но не совсем выгодно для потребителя, у которого не всегда хватает средств платить, но давайте, в общем-то, в отдельную историю. Вы спросили о реформах. Что могу вам сказать? Я бы, наверное, не говорил о ком-то коллапсе, я бы говорил, знаете, о чем? Что значительная часть реформ в области энергетики, она зашла в некий тупик, то есть не коллапс, а тупик, они просто идут, ну и отчитывается где-то правительство, и не только правительство перед западными кредиторами, там еще, наверное, перед какими-то субъектами, которые, в общем, наблюдают за ходом реформ и ставят некие условия. Но при этом, вот приведу простой пример, с чем далеко ходить. Почему Кабмин Гройсман, лично премьер-министр, отказался повышать тариф на газ для населения до 10,5 тысяч гривен, он говорит с октября месяца на эти 19%. Почему? Ну, казалось бы, все же это реформы, МВФ, что? Приветствуют повышение правительства США и посольства США в Украине, что? Приветствуют. Все даже мелкие реформаторы, я бы их так назвал, типа господина Миклаша, он тут у нас начальник этой группы, тоже приветствуют. Я уже не говорил об украинских субъектах, фамилии называть не будем. Все приветствуют. Но руководство нефтегаза тоже приветствуют. Но при этом премьер-министр отказался это делать. Почему? Потому что он прекрасно понимает, что такой существенный рост тарифа приведет к колоссальному, во-первых, недовольству потребителей, во-вторых, у них доходы не растут так, как это было бы, наверное, нужно было бы для того, чтобы так повышать тарифы. Тем более в преддверии топительного сезона, с 1 октября. Поэтому Кабмин, Гройсман был вынужден, но я другого слова употребить не могу, вынужден не выполнить свое же постановление 187-й и не повысить эти самые тарифы. И сейчас вот пытаются новую редакцию постановления, вот вы этот скандал, наверное, слышали, на сайте Минэнерго висел документ, потом, правда, правительство открестилось от этих планов, но все прекрасно понимают, те люди, которые более-менее в курсе, соображают в процессах происходящих в отрасли, энергетические, что тарифы будут повышены, неизбежно. Вопрос на сколько, какой будет туда вложена методология и формула, по которой они будут рассчитываться. То есть на те 19%, там 17-19, как предлагал в свое время нефтегаз в проекте ФН-плана, основываясь на действующей методологии в постановлении 187, или там примерно на 8%, как то предполагает новая методология, обнародованная вот уже в новом проекте постановления, от которого, правда, все чиновники открестились. Ну, поверьте, как бы это все неизбежно. Растет цена на углеводороды, мы с вами неоднократно об этом говорили, падает курс национальной валюты, и как ты тут не крути и не пытаешься, все равно тариф будет повыше. Вопрос, когда, до отопительного сезона или после, что, как вы понимаете, для потребителя, ну, ему просто меньше платить летом. И вопрос в том, на сколько, на 19% или же на 8%, тоже, наверное, важно. Но тут же важно еще не только это, важно это то, что Кабмин не обладает полной субъектностью в данном вопросе. Ну, как бы обладает, но такой относительной субъектностью. МВФ пока не дал свои санкции на такого рода, в общем, новую методологию. Он настаивает на применении той методологии, которая была с ними в свое время согласована. И в меморандуме с МВФ, так или иначе, к ней есть отсылки. Вот и все, тупик. Поэтому, все заявления последние, я же у него финансовую сферу немного, как бы, вот так отклонюсь. Есть такие, ну, как удивительные, ну, может, не удивительные, наверное, но от Нацбанка мы такое слышим впервые. Зампред Нацбанка заявил о том, что программа СМВФ может быть свернута на протяжении 2018 года. Ух ты. Хотя это, ну, как бы там так неявно оно прозвучало, вот, но факт остается фактом. То есть, если Украина не выполнит ряд условий, а тарифы здесь тоже одни, одно из важных условий, не только. Вот, есть вот такие вот нюансы. Как бы дотянуть-то можно до выборов, но возникает вопрос, как справедливо заявил, ну, тут и тоже очевидные вещи, ну, в общем, этот наш главный реформатор из Словакии, тут главный по совету, по советам по реформам, господин Микваш, что мы действительно вряд ли сможем погашать, ну, скажем, он говорил о задолженности МВФ, но вообще все госдолги. Потому что 19-й год, он вообще пиковый по выплатам. Поэтому ситуация очень, как бы, такая шаткая, понимаете. То есть, а в целом энергетики, к чему это все ведут, что к чему эти все, ну, я же начал с реформ, а закончили, видите, чем, что чем это может быть чревато. Это просто один из таких ярких примеров, который показывает простую вещь, что, наверное, эти реформы были начаты не вовремя, или, наверное, не полностью их сущность соответствовала тем процессам, которые в современном украинском государстве, именно на этом этапе развития данного или существования данного государства, несоответствие было определенное. То есть, тому, что есть по факту, или как оно так сложилось, даже не знаю. Просто я не думаю, что здесь можно говорить о полной субъектности внутренних игроков, что вот последние три года все происходит именно так, как, собственно говоря, определяли внутри страны. У меня есть большие сомнения, в целом, опять же, глобально, поэтому ситуация куда-то развивается, во многом не под влиянием или не по воле внутренних игроков, а им приходится пожинать плоды, и вот, очевидно, это не соответствует какими-то объективными процессами, объективными реалиями, создавшимися. И поэтому, наверное, коллапсом я бы это не назвал, потому что от реформы никто не отказывается. Назовите мне, вот я вам назвал фамилии Микваш, Гройсман, Порошенко. Более того, президент Порошенко сказал, что 18-й год должен стать годом суперпродолжения, так я уже не помню цитату до слова, но это вот углубление реформ земельной, энергетической какой-то. В основном о законах говорил, там многие неудоумевали, ну, окей, ну, примем мы законы, ну, не все же законы выполняются.